Юбилейный день в детском саду номер 40. Воспитатель Людмила Осотова в тёплой одежде с лопатой в руках убирает снег. За ночь замело весь участок, а по плану сегодня активные игры на свежем воздухе. Ещё с утра Людмила Степановна приготовила целый список развлечений, чтобы зазывать весну. Пока были в группе, ребята сделали больше десятка бумажных солнышек, а сейчас готовятся с песнями и хороводом приблизить тепло. Зима недаром злится, прошла её пора. Весна в окно стучится и гонится двора, да. Как зима сегодня злила, что наделала зима? Буран вызывала. Буран вызывала. Как весне на именины испекли мы каравай, вот такой вышины, вот такой нежины, вот такой ужины, вот такой ширины. Вот уже 32 года Людмила Осотова не изменяет своему любимому делу. Она вся в детях, растворяется в них без остатка. Рискнули пообщаться с ней во время прогулки. Долго не получилось. Не отпускают её. Карапузы не на миг. Посмотри, вас сильно много. Давайте получим, хорошо? Чтобы ничего не случилось. Что, Рискнуто? Что? Мама меня толкнул. Рома толкнул? Да. Ай-яй-яй, Рома. Ребятки, давайте друг за другом будем вставать. Хорошо, чтобы ничего не случилось. Не расстраивайся. Он, Рома, не будет больше. Такая у нас работа. Глаз и глаз. Всё-таки самое главное для воспитателя, для нас. Не надо толкать, не толкать. Сохранить здоровье детей и душевный комфорт. Тем временем в одной из групп детского сада номер 40, надев разноцветную длинную юбку с секретными карманами, Ольга Костимова создаёт настоящее волшебство. По очереди достаёт то игрушку, то колокольчик, то шарик. И обязательно не просто так. Вроде играючи, но с пользой для дела. У садика у нашего день рождения, да? Юбилей, такой праздник большой. А вы любите наш садик? Да. А почему вы его любите? Потому что он милотечный. Красивый. Кто же там остался? Заяц. Чего? Кого вы не превращаете? Заяц. Заяц. Заяц прыгают? Пап, зайчики. Ладно? Пап, зайчики. Иконечка на носочках прыгает. Заяц. Она любит каждый день примерять на себя разные роли, чтобы развлечь своих деток, сделать их пребывание в детском саду не только познавательным, но и сказочным. Детство-то ведь одно, а значит, оно должно быть незабываемым. С каким бы настроением ты ни пришел на работу, ребята тебе вот сто процентов поднимут. Очень интересно им. В наше вот, ну такое тяжелое бы время. Я считаю, что эта работа вот позитивна, она мне дает силы дальше двигаться. Самое интересное, вот вы сейчас заметили, игры играли с детьми, они их, ну знаю, да, допустим, но все равно неподдельный интерес у них в глазах. Вот это искорки эти, они вот всегда радуют и вот придают мне лично вот какую-то воздушность. Спустя всего час наших героинь и не узнать. Надев нарядное платье в компании своих коллег, они уже распевают от души для гостей юбилейного праздника. Что тут сказать? Талантливые воспитатели. Сегодня коллектив детского сада номер 40 в центре внимания. Принимает цветы, поздравления и, конечно, награды. 24 работницы учреждения были удостоены грамот от Думы, Управления образованием и Городоначальника. Людмила Асотова и Ольга Касимова были в числе награжденных. У них к профессии воспитателя особое отношение. Вспоминается один случай. Однажды ребятки года, наверное, 4, тоже средняя группа, было занятие по аппликации и нужно было наклеить на прямоугольник, который представлял коробку дома, разноцветные квадратики окна. И все справились с работой. Красиво расположили многоэтажный дом, рядами окошки расположили. А у одного мальчика оказались эти разноцветные прямоугольнички окна, приклеенные рядом. Я осторожно спрашиваю, а почему рядом у тебя окошки приклеены, не на доме? И он сказал, потому что их открыли. И вот поэтому хочется, чтобы у детей оставались открыты окна. И надо это сберечь и сохранить, чтобы у каждого было свое видение. Чтобы дети не только сидели, как сейчас принято, в телефонах, в компьютерах, а видели красоту окружающего мира. Могли рассмотреть и набухающую почку, и снежинку. И оставались счастливыми. То я Карлсоном вылетаю, в группу прихожу, они мне говорят, ты Карлсоном была? Я говорю, нет, где у меня пропеллер, как я могла? Я ведь не смогу на окне. Так что перевоплощаться у нас все умеют, все коллеги, будем так говорить. Вот и сегодня сами волшебство делаем. К слову, заместитель главы города Ирина Кузнецова, которая награждала грамотами воспитателей, выпускница этого детского сада. Оттого ей вдвойне приятнее сегодня стоять в центре зала. Вспоминала свои детсадовские годы, да, и воспоминания очень действительно яркие и очень светлые. И я думаю, как позволялось в то время делать то, что сейчас бы казалось недопустимым. Мы ходили в лес, мы кормили птиц, мы ходили, собирали подснежники для выпускного. Это действительно было интересно, это было запоминающееся и выпускной под аккомпанемент, да, Марина Константиновна. Я вас поздравляю, действительно желаю, наверное, самое главное, чтобы все выпускники и родители, которые, ну, впредь выпускались из этого детского сада, вспоминали вас с теплом, благодарностью, приводили сюда своих детей, и самое главное, когда в детском саду раздавался бы детский смех. По законам праздников, день рождения имениннику всегда дарят подарки. Каждый, кто выходил с поздравлениями, приносил с собой не только цветы, но и сертификаты на различные суммы. Заведующий детским садом номер 40 Марина Дульцева отметила – все в дом, все в семью. Тем более, что несколько лет назад она стала больше. В 2014 году постановлением главы вновь построенное здание присоединили к детскому саду «Хрусталик». Поэтому это смесь старых традиций и новых новшеств, новых выдумок. Поэтому у нас коллектив и молодой тоже, выпускники детского сада, приходят в детский сад уже воспитывать и обучать других детей. Сегодня в детском саду номер 40 воспитывается 302 ребенка. Группы полностью укомплектованы. «Хрусталик» имеет хорошую репутацию. Родители спешат записать именно сюда своих детей. А значит, 55 – это лишь начало. Ольга Демьянец, Константин Миронов, Новости 11 канала.